Девушки отдыхают Ты не только рыжий, а и конопатый А ты какая? Блондинка И что захотела? Ненатуральная Ну да, краски всякие продаются, и вот и пришлось стать ненатуральным Так, поздоровайся Это добрый вечер На финском По-русски Это на хинди Че тебе надо? Давай, давай по-украински Старайки думай О, сразу зааплодируют Ну вот представьте, Юрюшечка Ну че? Ну что, все, кто сидят в этом зале Красотулечки Приехали к тебе в гости Делать нечего Так, ну вот ты открываешь дверь Вот они стоят Что ты им говоришь? Ну шо, тренеслый? Ой, да не так А как? Надо говорить Здравствуйте, дорогие гости Еще захотели Ну как вы доехали? Нормально Ну пожалуйста, проходите, садитесь Наливайте Так, что наливать? Тарачок Чего? Ты че, глухая? Коньяк давайте Нет, мы вас чаем угостим Сахар приносили Скажите, пожалуйста Для каждой мамы Памятное рождение ее ребенка А вот ваш ребенок Как появился на свет? Кирюша С чего все началось? Как он появился? Ну давай, говори Кто тебя родил? Дядя Его? Дядя родил Да, куклу сделал То есть Кирюшечка Не прости меня Да ничего, ничего Сделал мужчина Для своей любимой жены Подарил А потом Сколько там у них он жил Я не знаю, был Он все придумал Во-первых, по специальности Он строитель Придумал эту куклу На день рождения жене А потом они разошлись И куклу он посадил То есть Кирюшу Без имени Посадил на окошко И так он выцвел На нем костюмчик был А мои друзья Подарили, купили Увидели в окне эту куклу Опять куклу называй Батюшка Говорит, не говорить куклу Это ребенок Как ребенок Мои друзья купили Этого мальчика Когда увидели его в окне Вот И на мой день рождения Подарили Представляете, какая жизнь И я его посадила На пять лет В кресло И накрыла Чтобы ее никто не видел Потому что я его боялась Я Когда мне его дарили Я его взяла за руку А рука оказалась холодной Я свою руку Как-то так Отбросила И на пять лет Я не могла его видеть Меня оттолкнула Холодная рука Ну за это время Конечно с ними играли Дети Взрослые игрались Побили Мужчины Вставляли ему в рот Ну что ты делаешь Не гигиенично Ну прости пожалуйста Ничего Давай, давай Вставляли ему сигарету в рот Открой рот Да Ой, где твои зубы У доктора Что все? Все А кто в кабинете У доктора так кричал Орал Господи, кто орал? Доктор Орал Орал А что ты с ним сделал? Укусил Так, как дела в школе? Нормально, нормально Учительница хорошая Ненормальная Как это ненормальная? Она ничего не знает Как это ничего не знает? Она все у нас спрашивает А Ну давай я у тебя спрошу Давай Давай, давай Так, что же у тебя спросить? Назови самый древний вид транспорта Ноги Это самый надежный Так, где живут киты? Китая Где живут тараканы? Тараконрогия Ой, не могу Лечиться надо Так, все понятно Так, что же тебе такое спросить? Почему птиц на лавках кольца? Они женатые Как называют птичек, которые летают в теплые края? На Украину Птичек, как называют Которые улетают в теплые края? Товарищи Как называются эти? Ой, какая тишина Милиционер родился, Харька А, международные Перелетные А, перелетные Так, понятно, перелетные У тебя есть дружочек? Есть Как его звать? Сережка Сколько ему лет? Десять Папа у него есть? Елся А где у него папа работает? На ферме А кем? На лакососе Ой, не могу Лечиться надо Так, кошмар Да не кажи Так, кошмар Кошмар, кошмар Так, что же тебя спросить? Ну, назови какое-нибудь маленькое-маленькое животное Кошмарик Нету такого А комарик? Ну, что тебе надо? Комарик это насекомое Что едят комары? Людей Ну, хорошо Каких ты знаешь домашних животных? Стасика А кто это такой? Рыжий таракан А, в Харькове нету тараканов В Москве Толма Вот вы сказали о том, что у него очень много значков У нас, наверное, самый большой орденоносец среди артистов А, да, да Тяжеленькие значки Это мои медали Какие самые необычные? Да тут всем буквально, вот, юный инспектор движения Так, кто подарил? Милиция Вот так, Московская область Тут очень много, что сказать Вот, что написано Не трястай А где тебе подарили? В тюрьме Это, наверное, самый необычный значок Да, пистолет нарисован Да, это после концерта в тюрьме Мальчики подарили нам Эти ребят, которые там сидят Вот, подарили значок Вот тут Скажите, пожалуйста А вот вы и сами пишете все тексты, с которыми вы выступаете с Кирюшей? Я не пишу их Я импровизатор Я... Вот что? Вот это моя живая беседа А вот эти случаи, которые я рассказываю Это уже из жизни взяты Так что никто не... Миша Жванецкий Вообще не подпускает меня к себе Уйди Для тебя я... Для тебя я напишу Для этого хулигана не соображает Не-не-не И не написал? Не-не, сажал Так, кто твой папа? Строитель Что папа строит? Кирюшечка Кирюша? Ну, я Кирюша, значит, и надо Что папа строит? Суседки-глазки О-о-о-о О-о-о Какой кошмар Ты накажи Ха-ха-ха-ха Так, сколько живет курица? Пока не съедят Ха-ха-ха Ну, ладно Давай задачку про курицу Давай Давай-давай Курица Так Снесла Так Десять штук яиц О, дает Сразу А нет, не сразу Через день По одному Она что, дистрофик? Сам ты дистрофик? Сама ты такая Пять яиц разбил И что получается? Англеты А в остатке что? Цыплятки Ха-ха-ха Это ты цыпленок? Я орел Ух Орел Да докажи Ага, орел Ну, хорошо, орел Молчу Так Давай-давай У тебя было три сникерса Хорошо, сникерс Один сникерс Ты кому дал? Мариночке Хороший ты мальчик Не женатый сирота Ой У тебя осталось три сникерса Так, один дал Сколько у тебя осталось? То есть, у тебя было Отдал Сколько осталось? Три Ну, как три? Вот она захотела Ой, не могу Лечиться Надо Скажите А вот была какая-нибудь Ситуация в вашей жизни Когда вот вам просто В быту помогло Это ваше Гос Конечно Да еще и не раз Это длинный случай Когда я Когда только я первый раз Его взяла с собой на гастроли В Орловской области И остановились в гостинице А я его никому не показывала Ни этому человеку А тут было очень холодно Что я не выдержала Пошла Ну, к дежурной Подошла и говорю Дайте мне второе одеяло Очень холодно Она так спокойно сидит И говорит Холодно И мне холодно Одеял нет Все, что были Я раздала Но я решила Что будет, что будет Я ей просто покажу Меня Да, Кирюшу покажу Но не то Чтобы воспользоваться Каким-то там Нет, у меня мысли не было Потому что помог Этот первый случай Я подошла Появилась уже С Кирюшей вдвоем Я думала Она сейчас заговорит Ой, какой мальчик А где купили Или где достали Еще захотела Да, конечно Она молчит Абсолютно Не реагирует Тогда я решила Будет, что будет Пусть он заговорит Дежурной И я А вдруг Кирюша через стол Говорит к дежурной Тетенька Тетенька Дай одеяло Закоченел А она Я, во-первых, не знаю Кто больше испугался Я или она То есть она так задергалась И не знает, что делать Но вскакивает Думаю, все, она удерет Она нет Она к шкафу Открыла шкаф Я вижу, много одеяла Она достает Два Руку протянула Подойти не можно Расстояние Дает и говорит Одно Ма-ма-ма-ма-ме Думаю, боже, еще И голос пропал Куда-то А другой Думаю, ну это ему А потом Третий сказал И Пу-пу-пу-пу-да-ха Ведь говорила же нормально А тут Русь с голосом Я в номер И со мной Девочки Девочки У дежурный голос пропал Не знаю, что будет Но дело в том, что она говорит Одно Ма-ма-ме Они говорят Ну ты сложи по слогам Получается Ма-ма-ме Это дежурный Сказал, что я мама Ага Мама Ой, какой кошмар Ты мне кажи А другой Бе-те-бе А третий И пу-пу-пу-пу Да-ха Я три года говорила Кошмар Кошмар Я говорила Что отретьте насквозь И пу-пу-пу Чтобы я подохла А вдруг Один Мужчина Из зала кричит Артистка Она сказала И пу-пу-пу-пу-пу Да-ха Подальше от греха Вот так Вот такой случай Помог Два дела А, ой, сколько В поезде Ну вообще Целые ведра давали Этой Черешни Черешни Клубички И вектории То что вы Бесплатно возили И на самолете А-а-а В самолете В самолет нас не пускали С ним Отдайте этот чемодан Я говорю Не могу Чемодан дороже Вашего самолета Для меня А они говорят Отдайте Ну я показываю Стюардессе Маленькую Вот визит Календарик Она как увидела Ой, идите-идите Только пожалуйста Покажите нам всем Ну и вот На высоте Десять тысяч метров Когда нас покормили Она подходит Говорит Можно вас Покажите Кирюшу Я принесла А летчиков можно Можно позовите Зовите Но она позвала Они все приходят Я думаю Боже Как самолет С ними ля-ля А кто же за рулем За штурвалом-то А потом А депутата нашего Можно Я говорю Давайте И так Если не повезет Так что А стюардесса Квартиру получила После этого Да Она сказала Вы меня спасли Я теперь квартиру получу А я с носом С носом Дорогие друзья Скажите пожалуйста Я в Харькове выступала Только дважды В каком-то кафе вечерний Помню Но это было там Ала Это же кафе Вы верите Что это я говорю За Гирюшу? Не ерте ей Кто говорит? Я А я что делаю? Рот открываешь Кому? Мне Значит кто говорит? Ты Хороший ты мальчик Да накажи И так За Гирюшу Конечно Говорю я Не раскрывая рта Ну вы слышали Что искусство Черевовещание С Гирюшей мы были Во многих странах мира Во многих Но за границей Там Дальних зарубежей Мы выступаем Я не считаю Что вы наши за границей Вы Свои Вы свои Да И так мы были Там Туда дальше И мне не верили Что я говорила За Гирюшу А там мы выступаем Только на языке Той страны Куда мы едем Вот так как я землячка Все таки из Украины Правда родилась Черкасской области То есть живу в Черкас Жила Родители Родилась в Киевской области Значит мы земляки Вот И Дело в том Что так как мне никто Никогда не верит Я стала применять Некоторые случаи То есть Рассказывать Чтобы люди мне поверили Потому что Когда говорят Мы не верим Мне становится Немножко не по себе Это же труд все таки Это же не фонограмма Вот мы были в Индии В Индии Кирюша говорил фразу Рая А че рая Хатхихридоди Рая Хорошая рая Слона купишь Вот у вас он Ничего не просит Трактора Трактора Ага Хатхзе Это лучше не просит Это подоставит Так вот Кирюша просил слона В зале сидел Георгий Тимофеевич Береговой Космонавк После четвертого концерта Он подходит ко мне И говорит Виноградова Пусть Кирюша больше Слона не просит Я говорю Почему Единцы сказали Приведут Выступаем перед нашей сборной По хоккею 79-й год Чемпионат мира Европы Я спросила у хоккеиста Вы поверили Что я говорю за Кирюшу Все промолчали Валерий Васильев сказал Ага И добавил Запрограммировано Я подошла в плотную К Васильеву И Кирюша вдруг К нему заговорил Валера Самогар Выиграл А он что тебе сказал Ага А ты что ему А чай зажал И надо было Увидеть Васильева Он так растерялся Потом не выдержал Снял значок Чемпионат мира Европы Вот такой вот И первый значок Появился у Кирюши Вот подарил Валерий Васильев Закончилась встреча Провожая Тихона Виктор Васильевич По дороге идет И говорит Ну Виноградова Завтра шведы Я говорю да А вы знаете что Васильев расстроился Я говорю знаю Подарил значок И пожалел Он мне говорит Нет Васильев Хороший парень Он просто сказал Надо же Ребенок просил Чая мы не угостили Спасибо Выступаем мы Перед врачами В зале 400 врачей А я имею Сольный концерт Два часа смеха Ну ладно Выступаю И спросила у врачей Вы поверили Что это я говорю За Кирюшу Мертвая тишина Ни один доктор Не да не нет Думаю так Либо стесняется Либо не верит Закончила концерт Несу Кирюшу По коридору А ко мне идет Навстречу женщина Улыбается Я ей тоже улыбаюсь Мы сошли с ней И вдруг Она подошла Уплотную ко мне И делает Эта женщина Кирюшечке Вот такое движение Вот вы бы сделали Куколке Такое движение У Кирюши Нервы слабые Помекажи И он тут же Женщине в ответ Ай-яй-яй-яй Она с криком Ой Отскакивает А я у нее спрашиваю Вам что Кирюша понравилось Она вдруг сказала Я не ожидала Что он заговорит Вот так Вот так Мы лечимся Иногда Ну и Кирюшу Все любят артисты И мы выступаем Для любой аудитории Только если для детей То начиная Где-то с пятого класса Я мучаюсь Когда первый класс Сидит до пятого А дальше Хода Сто лет Все понимают И всегда И ой Насыкает Ой Кормили в Тюмени Покормите Вашего ребенка У нас сегодня Закрыто Столовая Дети могут Взрослые могут терпеть А дети нет Покормите ребенка И принесли на сцену Кастрюлю жаркое Там все это Такое Закусончик Да не закусончик Там огурчики Помидорчики Хлебушек И я накормила Весь ансамбль Электромузыкальных инструментов Радио и телевидение Под руководством Кого? Мещерина Мещерина Теперь по поводу вокала И солдаты тебя любят Ну пожалуйста Подари солдатам Какую-нибудь песню Ну на память Я Не знаю Как так получилось Что я глянула на генерала И вдруг Кирюша запел Без подготовки Я все делаю Экспромтом Я так не могу Задумала я это И вдруг И вдруг Кирюша запел Ну давай Генерал Генерал Не тревожь Ты Садарь Вы аплодируете Вы смеетесь А там была мертвая тишина Я ничего не поняла Но я как глянула в зал туда вдаль И я увидела одного солдата Который сидел вот так вот Думаю что с ним А потом рука отлетела И он как раз смеялся Подхватил весь зал Я глянула на генерала Смотрю руку в карман Думаю все Пистолет Но нет Он достал платочек И слезы выдер Закончила встреча Ко мне подходит женщина Представилась Жена генерала Я говорю Очень приятно Дает мне маленький сверточек Газете И говорит Возьмите Это вам Ой простите Это не вам Это вашему мальчику А вы простите Что у вас там в сверточке А это генерал Передал малиновое варенье Я говорю Почему малиновое А генерал сказал Что ваш мальчик простыл Ему нужно лечиться Такую песню Ты подаришь Нашим милым Очаровательным землякам Миллион Алкиных рост Чьи хрост Пугачихи Надо говорить Алла Борисовна Еще захотела Киркориха Да Ладно Алла его любит Он любит Аллочку И так Кирюшечка Вам с удовольствием Подарит Миллион Алых рост Один куплетик Но на финском языке Как он пел Хейноль Хейноль Это в Финляндии В городе В городе И так Миллион Алых рост В городе Миллион Миллион Иллион Иллион Миллион Рост почувствовали себе этот дар до того, как появился Кирюша или кукла подсказала вам? До того. А, вот уже то, вот этот слух, дар. Вы не представляете. Это я случайно увидела, что выступает на сцене мужчина, а он не мог детским голосом говорить. Он говорил басом. Бас за куклу, это вообще нехорошо. Ну ладно, но я-то подумала, что это фонограмма, а когда я приехала домой, а он же у меня все накрыто-накрыто, и когда я его открыла, тут какое-то вдохновение было или что-то такое, я не знаю, что я взяла его на руки, подхожу быстро к зеркалу, вот была смелость какая-то, к зеркалу, и говорю, как меня зовут? И тут же я проговорила, Раиса Инограда! И глянула в зеркало, ничего не видно, губы не шевелятся, и тут ему стало задавать много вопросов. Ой, что я только не говорила. Вот, и так я впервые заговорила, впервые. А потом снимают меня на телевидении и говорят, несите сценарий, я говорю, раз вы пригласили, то у меня нет сценария, хотите, пишите, как хотите. Они говорят, давайте Володю Винокура, ну давайте. Володя главная, говорит Кирюша на подхвате. И в конце концов договорились до того, что Кирюша был главный, а Володя на подхвате. То есть Володя говорит, мне делать нечего. Весь огонек пели, выступали, только для Кирюши. Мордасова поет частушки, чай, чай, чай. Ей говорит Мария, ходи вокруг столика, векарь. Она Кирюша поет. Это твое богатство, мое богатство. И капец. Забыла. Склероз начинается. Ну, Кирюш, ну вылетела. Голодная, да? Нет, поела. На Карелии? Да. В гостинице? Ага. Съела? Съела. Нормально? Нормально, спасибо сказала. Да, удивительно. Я же сейчас с удовольствием хочу показать, как я говорю за Кирюшей и пою. Есть такое желание? Тогда, пожалуйста, мужчины, 4 человека, подойдите ко мне. Мужики! Не сдавайся. Вы можете пошире рот открыть? Покажите, как рот открывается. Очень хорошо. У вас как? У него выше. У него выше. У меня мама с командой просто приедет. А, да? Тогда я вас оставляю. Не уходите. Вас отпускаю. Вас отпускаю. О, Господи, что бы вы мне спели? Что? Что бы? День Победы. День Победы. Я ее не знаю. Я ее забыла. А он только на финском. На финском нет. Вот так. Зачем вы, девочки, красивых любите? Ненастоящая у нас любовь у них. Да? Иди сюда. Иди ко мне. В общем, вот только две строчки. Зачем вы, девочки, красивых любите? Ненастоящая у них любовь. Да. Так, внимание без звука. Ну, очень красиво. Три, четыре. Зачем вы, девочки, красивых любите? Ненастоящая у них любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасно. Спасибо, Матрон. Я вас отпускаю. Идите ко мне. Так, давайте ваши руки сейчас будем дрессировать. По-настоящему. Когда я слегка коснусь ваших рук вот так, вот уже... Просто рук? Да, вот. Пошире. Когда придавила руку, рот пошире отпустила, закрылся. Вот ничего не говорите. Что бы я ни говорила, только рот открывайте. И только пошире. Хорошо? Угу. Ага. Так. Вас, как будто у вас уже дрессировали кто-то, да? Ага. Вот. Вы знаете, у вас неплохо получается. Ага. Скажите, пожалуйста, вам хочется посмеяться? Ага. Билеты, дорогие, очень понравились, да? Ага. Можно и дороже. Не надо. Вы женаты? Сирота. А вы женаты? Ага. Понятно. От жены заначку прячете? Ага. Вот. Ну, что пойдешь, все нормально, все на старт. Я вас отпускаю. Вы мокренькие. Да. Так, сейчас вы мне споете. Раз, виталия... Один куплетик, ну, очень выразительно. Три, четыре. Раз, виталия, блоги и груши, Сады и голами над рекой. Ой. Ты ходила на берег. Хочешь, мальчики на берег крутой. Прекрасно! Слово не оттуда! Так, вы, чтобы не свалились, сейчас поставьте правую ногу вперёд для опоры. Уцепитесь, как великие артисты. Запоёт душа, можете отцепиться. Ой, да песня ведь широкая. Ой, мороз, мороз. Да, знаете, но один куплетик, но очень выразительно, но без звука. Но это не всё. Но в конце этого куплетика, там же есть конец куплетика, вы, пожалуйста, пока будет звучать голос, рот у вас не закрывается. Ага, усекли, не закрывайте рот. Так, туда смотрите, чтобы вас видели. Ой, мороз, мороз, начали. Ой, мороз, мороз, мороз. И мороз ни дня, М 성 starывают ни дня Platini Кирюша, ну а что ты пожелаешь нашим телезрителям, которые тебя увидят. Дорогие наши телезрители-харкерчаночки, я желаю всем, всем-всем-вечной жизни, вечной любви, вечного здоровья, вечного счастья, вечных мани-мани-ку, тончиков, саваньяцок, колдосы, щенков, котят, чекотите. Спасибо. И вам тоже. Спасибо. Не за что, заливай. Спасибо.